Итак, молодой человек, представьтесь и расскажите, чем же вы занимаетесь. Так, друзья, всем привет. Меня зовут Сергей Калиниченко. Я являюсь мастером спорта по армрестингу. Естественно, занимаюсь и армрестингом. Также я тренирую и по питнесу, и по армрестингу. И в данный момент я много провожу семинаров по армрестингу. И также консультирую топовых спортсменов. В скором времени заявлю о себе в мире армрестинга очень мощно. И не только в мире армрестинга. А начнем мы историю становления нашего героя с его детства. Сергей, а как ты, собственно, пришел в армрестинг, в наш вид спорта? Ну, это вообще история, так сказать, можно... Это семейная. С детства... Ну, папа у меня выигрывал область. Ну, в то время, когда он занимался, у нас армрестинга не было. Я как бы вырос в селе. И поэтому отец сам занимался. И мы с ним боролись на руку. Ну, у нас была секция дзюдо. Я ходил на секцию дзюдо. То есть, как бы, выбор был небольшой, куда ходить. Была единственная секция. Потом секция закрылась дзюдо. И открылась секция армрестинга. Тот же тренер, что тренировал нас по дзюдо, открыл секцию армрестинга. Ну, и, естественно, я пошел на секцию армрестинга. И начал тренироваться. Начал тренироваться на постоянной основе. Ну, замотивировал меня, естественно, к этому отец. И говорил, что это крутой вид спорта. Можно о нем заниматься. Рассказывал о каких-то там чемпионах. О чемпионах. Поэтому вот так я пришел к армрестингу. Сергей, подожди, а как ты тогда там занимался армрестингом, если у тебя в селе ничего не было? Ну, армрестинг был на то время примитивный сильно. Так как сам тренер, который нас тренировал по армрестингу, он сам не знал, как тренироваться. Где-то у каких-то спортсменов спрашивал, как нужно правильно сделать стол, какие размеры должны быть. Ну, можно сказать, самостоятельно он сварил стол. У нас не было даже блочных тренажеров. Все это висела резинка, замотанная об ножку на столе. И мы просто обычная резина с велосипеда, камера. И вот это мы не тягали, короче, за столом. Поднимали на бицепс, что-то там грудь, короче, пытались скачать. Тоже старые штанги. Ну, что мог, по тренажерам он нашел. Вот это мы этим всем занимались. Ну, так сказать, развитие армрестинга только начиналось. Затем я в 16 лет переехал в город Кремичуг, поступил в колледж. И в Кремиче оказалось, что нету нигде армрестинга. А сейчас время перенестись к юноши с ун нашего героя. А как я тогда в городе занимался, если тебе было 16 лет и там ничего не было? Ну, в принципе, как я занимался? Это тренировками для армрестинга не назовешь. Целый год я скитался просто по тренажерным залам. И просто-напросто здесь не было армрестинга. И я качал бицепс, просто тренировался. Ни стола, ничего не было. И тогда мне позвонил мой тренер и говорит, у тебя там нету армрестинга? Я говорю, нет, не могу тренироваться нормально. Он говорит, так организовывай сам. Я подумал, а почему бы и нет? Короче, начал узнавать у ребят. Никто не знает, есть ли где-то в тренажерных залах армстол. Оказалось, что в одном зале есть старый-старый стол, короче, еще с сиденьями, да, то есть сидя, где бороться. Ну, в итоге я пошел в тот зал, это был старый спортзал, в котором были тренажеры. И начал там организовывать сам армрестинг для того, чтобы тренироваться. Позвал своих друзей и все вместе мы там тренировались. Вот так. Так подожди, если в городе никто не занимался армрестингом, кроме тебя, как ты тогда ездил на соревнования? Ну, я скажу так, я и сам толком не знал, как тренироваться на тот момент. И мне позвонил тренер и говорит, будет проходить чемпионат области, собирай ребят. Короче, и приедете, и поборетесь. В итоге мы приехали, ну, естественно, все мы проиграли. И не показали никакого результата. Хотя я думал, что мы сильные, мы на бицепс большие веса поднимали. И начал спрашивать тех, кто заняли первые места, вторые, как же они тренируются, что же они делают. Все, которые ты поднимаешь со свободным весом, это работа за столом, работа с блоком, работа с рукоятками, имитация борьбы, работа с резиной. И с тех пор я начал на каждые соревнования ездить. Я каждый месяц ездил на какие-то соревнования, чтобы просто узнать больше информации. Я после соревнований приглашал ребят в кафе посидеть, пообщаться, кто как тренируется, как качать кисть, как качать бицепс, правильно, для армрестлинга. Не просто тупо накачивать его, как бодибилдеры это делают. Вот, поэтому я начал развиваться, записывать все упражнения. И вот так и получилось, что с годами на своих ошибках, методом проб и ошибок, я дошел до того уровня, которым есть сейчас. И, естественно, делюсь со всеми этой информацией, так как моя задача, чтобы вы не страдали так, как я. На тот момент особо ютуба не было информацию, ниоткуда было взять. Поэтому смотрите обязательно мое видео, я там много чего рассказываю интересного. А сейчас мы перейдем в дни наши. Чем ты сейчас занимаешься, Сергей, и каковы твои планы на будущее? На данный момент я занимаюсь тем, что развиваю армрестлинг в своем городе. Плюс планирую проводить семинары. Планирую, я уже их провожу, планирую мастер-классы давать по армрестлингу. Все-таки моего опыта, я думаю, за 16 лет опыт накопился большой. Плюс мое образование мне позволяет это делать, у меня спортивные высшие образования. Так что буду развивать дальше армрестлинг, так сказать, рассказывать то, как нужно тренироваться молодежи, подавать правильный пример. Короче, на своем примере им показывать, как все нужно делать. Недавно я провел семинар в Киеве, также мастер-класс там был по армрестлингу у нас с Игорем Акарой. Ссылка будет в описании. Смотрите, очень много интересного. Также в скором времени я поеду во Францию, там тоже буду проводить мастер-класс и семинар по армрестлингу. Ну, естественно, планирую дальше проводить почаще и рассказывать вам о нашем прекрасном виде спорта. А как насчет приехать к нам в гости в Дубае? Я бы с удовольствием приехал к вам в гости в Дубае и провел бы там семинар, мастер-класс по армрестлингу. Я думаю, это все можно было бы сделать обширно и поговорить о питании, о добавках разных, о нагрузках, о периодизации. Я думаю, было бы очень интересно и познавательно для всех. Так что я, так сказать, я планирую туда ехать. А сейчас будет рубрика интересных вопросов и ответов. Сергей, расскажи, как спустя всего лишь месяц после проигрыша украинским топом ты смог не только вернуться, но и вернувшись выиграть у них всех? Ну, залог этого успеха – это, естественно, тренировки. Я уже тогда подводился, чтобы выйти в хорошую форму. Но как раз мне не хватило месяца для того, чтобы, так сказать, стать жестче, стать сильнее. И за этот месяц я вышел, можно сказать, на пик формы. Ну, не на пик, но на хорошую свою форму. В этом мне помогли упражнения с функционала. Такие упражнения, которые, казалось бы, вообще не относятся к армрестлингу. Упражнения с кроссфита, которые помогли мне развить выносливость, так как я знал, что я буду дальше участвовать в армфайтах. И подход к тренировкам поменялся полностью. Больше статики, ну, больше статики не с большими весами, а просто длительнее статика, но вес чуть-чуть поменьше. По 20 секунд, по 15 секунд. Я просто стал жестче и смог те свои силовые, которые я показывал на тренировках, с свободными весами, перенести за стол и показать их в борьбе. Вот это и стало успехом. Сергей, а как ты наработал такую силу рук? Это от борьбы, захвата соперника с детства, или ты еще, помимо этого, чем-то занимался? Конечно, это все тренировки, естественно, но в детстве у меня была такая увлекательная игра. У меня был бычок в селе. И когда, получается, мне нужно было его выводить на паспище и возвращать назад. И когда он, короче, пытался куда-то побежать в сторону, я, короче, на пронатор постоянно с ним боролся, сопротивление делал ему. Короче, и тем самым тренировался, удерживая эти 300 килограмм. Вот так. Вот это и дало мне начало с хорошей ста. Кто был твоим кумиром из мира армрестлинга и успел ли ты с ним уже побороться? Ну, естественно, моим кумиром был этот Тарас Ивакин. Нет, с ним я не боролся никогда. Есть у меня пару фотографий с ним. С самого детства он, как бы, вообще в детстве он был единственным, кого я знал из топовых армрестлеров. Так как у нас рядом с моим селом, город Глобино, и там проводились соревнования Кубок Украины вроде. И туда пригласил мой тренер Тараса Ивакина, они были знакомы. И, короче, там мой отец боролся с Тарасом Ивакинным. И Тарас Ивакин выиграл у него. И я тогда папе сказал, что когда я вырасту, я обязательно выиграю у Тараса. И в итоге Тарас стал, как бы, не моим кумиром и моей целью, куда я двигался. Но до того момента, как я стал уже, как бы, более-менее хорошо выступать, Тарас Ивакин уже перестал выступать. И, ну, все равно я обязательно к нему приеду, и мы с ним постоим, поборется за столом. Такой дружеский спарринг проведем. Так что мой кумир Тарас Ивакин. И верхом борюсь я из-за него. Сергей, перед армфайтами или выступлениями на соревнованиях ты делаешь разминку? Итак, друзья, разминка – это одна из самых важных частей вашего выступления. То есть много из спортсменов знает, что от твоей разминки зависит твой результат. То есть 30% результата ты можешь получить только из-за того, что хорошо разомнулся. Естественно, перед выступлением на соревнованиях я приблизительно где-то за полчаса до выступления начинаю разминку. Я уделяю минут 10-15 растяжке. То есть я тяну, получается, мышцы, плечи, все суставы стараюсь порастягивать. Потом делаю общую разминку, то есть начиная с головы. Мы тянем голову изначально, то есть растягиваемся. Потом уже мы делаем любые круговые вращения во всех суставах, которые мы будем использовать. Потом я уже подхожу к резинке и отрабатываю уже с резинкой упражнение. После этого уже я подхожу к столу. И уже за столом делаю разминку с соперником в тех движениях, в тех углах, в которых мне нужно, чтобы рука чуть-чуть залилась кровью, запампилась. И тогда я уже готов к выступлению. Выхожу за стол в 100% готовности. Готов показывать свой лучший результат. Вот так. Скажи, были ли какие-то интересные истории из твоей соревновательной карьеры? Возможно, какие-то драки между спортсменами? Ну, как бы на соревнованиях нет. На соревнованиях не было у меня никаких драк. Были какие-то посылы, агрессия, там что-то такое. Но до драк не доходило. А вот в подростковом возрасте за рамками соревнований очень много было драк, связанных с армрестлингом. Я начал заниматься армрестлингом, наверное, лет 11 или 12, точно не скажу. Но уже в 14 лет я почти всех старшаков, старших пацанов вложил на руку. И они приезжали ночью. И у моей мамы, Марина, просили, Марина, пожалуйста, можешь под нашу ответственность отдать Серегу? Там нужно в баре положить пару пацанов. Они ставят ящик коньяка, короче, 2000 гривен. Пожалуйста. И мама отпускала меня, короче. И я же садился за стол с теми мужиками, подпитыми уже. И ложил их просто, впечатывал в стол, короче. И после этого, давай еще раз, там что-то нечестно. Я еще раз ложил их. И после этого у меня уже летит кулак, короче, в лицо. Пацаны останавливают этот кулак. И начинается драка. И просто, ну, раза три, я точно помню, как из-за меня, из-за того, что я выигрывал, просто весь бар был развален. Сумасшедшие драки были. Ну, мне ни разу не прилетало. Пацаны, вечно под ответственность. Ты что, мамки, не говори, что драка началась. Вот так. Продолжение следует...